Валентина Ткачева Надежда Корниенко была в начале войны постарше и 14-летнюю ростовчанку вместе с другими подростками в 41-м отправили работать в Германию в концлагерь города Липштадт. За колючей проволокой Надя прожила до своего совершеннолетия. Нас охраняли и немцы, а потом французы. И те, и те менялись. Но когда французы были, как-то лучше было немножко. Они хотели, но спокойнее. В областном госпитале для ветеранов войн медпомощь получает 5,5 тысяч участников и инвалидов боевых действий в год. Как вам лечится? Нормально здорово. Ну, сегодня пункт, они отличные, уход отличный. Ветеранов Великой Отечественной сейчас здесь всего 40. С начала года из жизни ушло 1700 человек. Для улучшения здоровья фронтовиков в госпитале есть хирургическое, терапевтическое, кардиологическое, урологическое и неврологическое отделение. Сейчас с мужчиной беседовал, 91 год, в здравом памяти, хорошо разговаривает. Сложно представить, какой ценой все это им далось. И вот я уже говорил, неизвестно, наше поколение смогло бы вот это выставить. По традиции в госпитале перед Днем Победы угощают солдатской гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. Ну, память вечная, ведь, кто поебал за нас за все.